Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском федеральном университете разрабатываются тест-система и вакцина от ковид. В Институте управления экономики и финансов КФУ проходит защита выпускных квалификационных работ. Казанский федеральный университет запустил собственный видеофлэшмоб. В лабораториях научно-образовательного центра фармацевтики Казанского федерального университета работа не прекращается ни на минуту. С начала апреля ученые разрабатывают тест, определяющий наличие в организме антител к коронавирусу. 23 июня доктор биологических наук Альберт Резванов представил экспресс-тесты в прессе. Как они выглядят, вы увидите далее. КФУ и научно-исследовательский центр ДНК продолжают работу над созданием тест-полосок на выявление антител к коронавирусу. Ученые создали собственное производство. Наладили производство белка-антигена, закупили оборудование и сейчас проводят научно-исследовательскую работу и следуют чувствительность теста. Монтаж оборудования завершен. Сейчас идет пусконаладка. Планируем как раз в течение двух недель получить первую партию тест-полосок и начать регистрацию. То есть получение регистрационного удостоверения. Это займет еще примерно два месяца, после чего тесты можно будет уже использовать официально в клинике и продавать их. Экспресс-тест отличается от лабораторного теста на основе иммуноферментного анализа. Сейчас уже разработан тест в классическом формате иммуноферментного анализа или ЭФА. Для такого теста необходима специализированная лаборатория. То есть тесты на основе иммуноферментного анализа уже разработаны и уже мы используем в формате научно-исследовательской работы. Тест на антитела к коронавирусу схож с тестом на беременность. Только вместо мочи на бумажку наносится капля крови. Одна появившаяся полоска означает, что тест сработал, но антител у человека нет. Две полоски означают, что организм имеет антитела и выработал иммунитет. Так всего за 15 минут можно понять, защищен ли человек от коронавируса. Это тоже часть, скажем так, безопасности страны импортозамещения. Это не первая и, к сожалению, не последняя эпидемия. Создавая собственное производство, мы будем готовы и в будущем оперативно разрабатывать тесты для новых инфекций, с которыми мы столкнемся. В то же время ученые вуза создают генно-терапевтический вариант вакцины против нового коронавируса с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома. По вакцинному проекту на этой неделе мы приступили к тестированию на лабораторных животных. То есть препарат вакцинный получен. Вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий, то есть это ДНК-вакцина. И надеемся, что тоже в ближайшие два месяца мы получим первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных. Оба проекта связаны друг с другом. Для того, чтобы правильно оценить работу вакцины, нужно понять, появляются ли, например, в крови у подопытных животных антитела против коронавируса. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. С 15 по 28 июня в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета проходит защита выпускных квалификационных работ. В этом году студенты и магистры защищают свои работы в онлайн-формате. Как прошла защита дипломов и магистрских диссертаций, узнаете в следующем сюжете. Уже вторую неделю в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета полным ходом идет открытая защита выпускных квалификационных работ. В этом году выпускается около тысячи студентов и магистров. Стоит отметить, что одновременно в Институте управления экономики и финансов работают 17 комиссий в разных аудиториях. Вообще мы очень быстро перешли на дистанционный формат, вписались в эту новую систему. Самое тяжелое в дистанции это отсутствие живых глаз студентов и живых студентов в аудитории. Но я хочу сказать, что есть очень интересные моменты. Мы же все в ТИМСе и ребята ночью репетируют и случайно даже нас подключают. Но ребята молодцы, они задают вопросы, мы постоянно с ними на связи. И я думаю, что дистант открыл нам очень много возможностей общения со студентами. Особую благодарность Наиля Багудинова выразила департаменту информатизации и связи Казанского федерального университета и отметила высокий уровень их работы. Несмотря на то, что это было очень внезапно, очень быстро, помимо защит департамента, все ребята ДИСа, они все с нами на удаленке, близко, далеко ли. И мы это позволило, вот их профессионализм позволил, наверное, очень многие вопросы снять. Защита выпускных квалификционных работ в Казанском федеральном университете проходит на платформе Microsoft Teams. Студенты, магистры и преподаватели уже привыкли к этой платформе. Поэтому защита выпускных квалификационных работ в дистанционном формате не вызывает каких-либо неудобств, а наоборот имеет массу преимуществ. Впечатление самое яркое. Это очень интересный опыт. Хочется отметить, что это, наверное, первый и единственный раз за все обучение в университете, когда люди не заряжают друг друга беспокойством, отрицательными эмоциями. Наоборот, только пишут самое лучшее. Все поддерживают друг друга. Хочется отметить, что отчасти это легче, потому что полностью так же, как ты делал презентацию на своем компьютере, так же ее и показываешь с того же ракурса. Поэтому я благодарна Казанскому федеральному за то, что даже в условиях коронавирусной инфекции мы защитились очень удачно. Наши защиты прошли успешно. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ разработал маску в виде конфедератки. Подробности в следующем сюжете. Все человечество перешло на онлайн-формат. Дистанционный режим буквально проник во все сферы жизни человека. Люди заказывают еду, покупают одежду в онлайн-режиме. А выпускникам учебных заведений теперь придется справлять торжественное мероприятие по видеосвязи. В связи с этим Казанский федеральный университет разработал маску конфедератка. И теперь любой желающий сможет почувствовать себя выпускником и окунуться в атмосферу праздника. Нынешний год, он очень непростой оказался для всех нас. И обиднее всего, конечно же, выпускникам, которые четыре, а некоторые шесть лет на самом деле старались, учились. И они все ждали этого дня, когда получат свои дипломы, сфотографируются на сковородке около университета, наденут те самые шапочки выпускников. И все вот это вот оказалось на самом деле под угрозой срыва. И чтобы ребята почувствовали все равно эту солидарность, что университет с ними, почувствовали радость того, что все-таки непростозаветные дипломы, это вот совершилось целой красивой веховой жизни, мы придумали эту маску. Каждый желающий может отметить под своей фотографией хэштеги «Выпускник КФУ однажды в КФУ» и выложить фотографию. Мы решили, что такие шапочки на самом деле могут надеть не только выпускники текущего года, Это такая сувенирная получается продукция, пусть и виртуальная, но для всех выпускников, которые хотят на память сфотографироваться с шапочкой КФУ. Лилия Баталова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз. В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного 2020 года КФУ запустил собственный видеофлэшмоб, который проходит под хэштегом «КФУ выпуск 2020». Студенты записали короткие динамичные ролики со словами благодарности родному вузу. Смотрим. КФУ для меня – это дом, в котором меня научили жизни и дали профессиональные знания. Это дом творчества, где я нашла себя и настоящих друзей. КФУ дал мне возможность достигать своих целей. КФУ для меня – море новых возможностей. КФУ подарил мне знакомство с потрясающе талантливыми людьми. КФУ подарил мне многое – знания, опыт, людей, с которыми я готов дальше двигаться в этой жизни. А главное – он дал понять, как и куда я хочу прийти. КФУ подарил мне возможность не только получать знания, но и реализовать свой творческий потенциал. КФУ подарил мне незабываемые годы студенчества. Здесь я понял, в чего я точно хочу от жизни. КФУ подарил мне незабываемые практики, колоссальный опыт и лучших друзей. Полную версию ролика вы сможете увидеть в социальных сетях телеканала «Универ ТВ» – ВКонтакте, Инстаграм и на Ютуб-канале. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова